Девушки отдыхают Сейчас мы у врача будем, снимем рано получше Два дня, правильно? Мы видели Вот я вообще еще один раз узнала Позавчера он ко мне, по-моему, домой приходил был нормальный Значит, его это было позавчера Дня три дня Дня три дня Я не особо Головы не крутят Сейчас я снова подвижу Пойдем 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 Рич 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 Заходи Заходи, поедем лечиться Заходи, малыш Ну, Рич Туда Туда Вот это да Я думала это будет Видите как А вы говорили, не помогут люди Есть люди, видите Вы только малыш А я тебе сразу подключил А я сразу сделаю Говорю, что это Куда? Не пихается А здесь открывается? А Ну как Во-во-во, пошло-пошло А А Можно Зареком 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 Надеюсь, что все получится Не, ну там же надо обработать До зашивки Ну если два дня, три дня Два дня, да Два-три Может короля уже не возьмутся А что будет? Я так смотрю Одни дамы, да? Ну давай Мужчина Помогите свапку Пихнуть Машину Машину поставить Машину поставить Помогите Мы вам тоже поможем За что берем Вот, две девушки Две девушки С этой стороны я возьму Вот там вот Берем Не бойся, Рич Это не страшно Не бойся, Рич Не сшивали С ножиком Видите, как ему ногу разрубили? А ему, а кто это так? Ну, что, у них только мало? Добрые люди Добрые люди очень Успокойся, Рич, все будет хорошо Ну, в общем, во-принципе Сшивать здесь, не знаю Если будет что-нибудь Если края не верти То сошьют Если не сошьют То они По обработками Все равно они сошьют А сила А сила А у нас, какие-то Которые Если будет что-то сошьют Сошьем Не будет Но так обработка Сожрет Просто мухи сейчас Жара, плети уже садятся Я вам просто говорю Либо сошьем Либо не сошьем В любом случае вернется В стороне Чтобы он не нервничал Кондей включила Чтоб жарка не было Сидит, нервничает Это первая его поездка в жизни в машине Вероятно Ну, неизвестно Может быть и нет Но сидит И нервничает Скулит Ругается В общем Психует Вовсю Рича Ричунь Ну, что такое рича? Все, успокаивайся Поехали Самая главная рича Две вещи самые главные Не порань себя И не сломай переноску Сверхнулся И я тоже Валерий Может быть Валерий 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 что делать тихо тихо фонарик испугался речь не рюкался фонарик тихо не будем парить каких то предметов в руках может быть все таки в руки взял что то и он среагировал и что то испугался фонарик ему явно не понравился кто то говорит два дня кто то сказал три может быть четыре вот это две недели без зашивания не меньше заживать будет а то и больше нет это беспорно если как бы зашлется я только за внизу оставить чуть-чуть дырочку сверху чтобы вот это вот промывать потоком таким сверху на шприц и снизу тоже самое чтобы выходило и нитки да затянется лучше в любом случае инфицирования не будет меньше ну больше не будет так что вот лучше подшить здесь дренажиком а это он такой иди сюда не 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 уже ходит как пьяненький пошатывается речунь ну речка иди сюда речь все уже лапки подкашивается сейчас будем зашивать в общем вот эту где она у тебя где она у тебя с этой стороны вот эту травму сейчас зашьем и будет расстаться ну речка все это дело держите кулачки еще а мы тут пьяненькие я свои слышу все сейчас упадет стой стой переноску занял и чтобы дышалось получше мы ему под голову пеленки в пакет положили а лапки торчат чуть-чуть ну сейчас мы трамбуем чуть-чуть да трамбуем его немножко как кивичку хотя переноска казалось бы совсем не маленькая но и речь не маленький в чем коллега вам оздоровление благодарю вас спасибо большое и вам спасибо будем писать сообщать как речь а вы друзья держите кулачки чтобы он скорее восстановился будем ему искать дом если не найдется вернется он в михновку к своему Андрею пьющему конечно не хотелось бы поэтому сделаем рекламу ему еще разочек и вы все в ней поучаствуете надеемся в общем ну мы тоже будем постепенно рекламировать останавливать сейчас главное залечить и чтобы заражения никакого не было все поехали друзья хочется добавить несколько моментов перед тем как мы засилим речика во первых у нас нет профессионального оператора как вы заметили снимают в основном люди когда приезжаю прошу людей подержите вот так телефон или вот так или вот так чтобы пока мы с кем-то организовываем собаку в переноску скажем так человек помогающий стоит и снимает съемку чтобы вы и новые единомышленники видели что происходит в нашей жизни верность в команде верновцев что мы делаем ежедневно и так далее поэтому ну бывает момент где-то перевернули где-то уронили где-то что-то еще это все человеческий фактор не обижайтесь на нас во вторых хотелось бы поблагодарить каждого из вас кто нам помогает рублем пачкой крупы репостом не знаю рассказать друзьям о нас и так далее все это очень и очень важно и все вот это огромное дело за моей спиной приют передо мной приют автомобиль все эти строения все эти вольеры все это благодаря вашей помощи исключительно у нас нету господдержки все это мы делаем благодаря вам это момент номер два момент номер три часто встречаю людей и мне говорят я не могу ехать в приют потому что вот мне больно сердце щемит там собаки а потом я встречаю людей которые приезжали в приют на выходные говорят вы знаете а у вас такие упитанные собаки что я думала мне будет так жалко а мне как-то даже вот почесать захотелось поиграть с ними то есть они на самом деле упитанные конечно каждому хочется домой каждому нужен свой дом но вы здесь не увидите собаку которая вызовет у вас скорее всего ну если вы сентиментальный человек конечно да а вообще вы здесь не встретите животное ни собаку ни кошку ни даже птицу которая вызовет у вас слезы жалости потому что варечка кольчуга любой пострадавший да кто сейчас находится кто уже вылечился они все упитанные они все на витаминах они все проглистогоненные своевременно там так далее то есть они все ухоженные все ухоженные и довольно упитанные нету того кто с торчащими ребрами порой домашняя собака выглядит худее чем наши приютские это момент был номер 3 правильно и момент номер 4 момент номер 4 забыла четвертый момент который можно сказать по значимости номер 1 это момент того что также мне люди говорят я не могу смотреть ваши ролики у меня сердце болит там рваная собака там подстреленная там колотая там что-то еще там без лапы там то там это там то вы знаете вот если бы мы показывали только искалеченных и не показывали к какому результату мы приходим что они вылечиваются они становятся здоровыми счастливыми даже трех лапы даже не знаю спинальники даже те у кого кожи вообще не было то есть они все равно вылечиваются и многие из них находят большинство скажем так находит дом благодаря нашим с вами как раз просмотрам репостам и лайкам вот благодаря этому я считаю что можно и нужно смотреть а вот если бы мы показывали только раненых и требовали денег да там как ну делают так некоторые мы спасаем мы спасаем бла 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 и по факту что там происходит не знает никто животное потом пропадает никто ничего не знает у нас как вы видите не так мы показываем всю историю по ступеням идем идем и когда доходим до верхней площадки надеюсь что всегда будут они пристраиваться но иногда животное возвращается в предыдущую среду обитания да бывает и так приюте всех оставить нельзя поэтому давайте пойдем заселим ричика пришли мы к этому моменту заселим его будем искать ему в дальнейшем дом будем снимать ролик на пристройство будем рассказывать о нем и уже помогать ему найти дом пойдемте заселять я думала ты где класс речка иди сюда речка иди сюда иди сюда будем одеваться красиво будешь будем одеваться в целом кисть Хм кисть как же я не знаю что это такое зачем это надо не бойся не бойся не бойся не бойся все вот здесь Речь пока отходит от наркоза, уже пришел в себя, чуть двери в переноске мне не вышел к машине, но спокойно приду, не нравится колпак, не нравится, кто достанет он себе до этой штуки, в общем, сейчас мы ему оборудуем колпак и придумали вот такую систему с левыми колями, у нас тут дырочка сверху специально осталась, и дырочка снизу дайнаш, и будем заливать мазюку, В общем, будем заливать мазьку, сейчас снимем и покажем, иди сюда, Речунь, да, это Юрти сделала, дорогие хозяева Юрти, вы мне писали, что мне кажется, там дырка все больше и больше, вы не ошиблись, Юрти немножко погромила здесь, но мы это починим, как бокс будет свободный, а такое бывает редко, мы возьмем и починим это все, А сейчас упаковываем речи в колпак и будем ему в ягуранку промывать, ну не промывать, скорее так, залечивать, левыми колями будем лечить, антибиотиками, вкусной едой и витаминами, как-то так, Сейчас соединю, чтобы он у нас себе ничего не развязывал сам, и все, и покажем, какой красивый он будет, все, откроешь и иди сюда, все, видишь, главное зафиксируй ошейникам, ну, зай, в общем, Речик отходит от наркоза, ругается с нами уже, Мы вот, как видите, помазали матькой, он ведет себя, как будто мы ему режем лапу, хотя ему не так больно, он еще не отошел, то есть у него чувствительность там явно не такая, как вот он выдумывает, Может быть, Речь нежный пес, чем больше собака, тем она нежнее обычно, пожелайте ему восстановиться скорее, держите за него кулачки, Шрам у нас будет, ну, вот отсюда, и досюда я не трогаю, и вообще у нас по плану было, здесь мы оставили дырочку, и здесь дренаж, чтобы заливать туда левомикой, и все это аккуратненько, аккуратненько промывать, но он не дает даже чуть-чуть помазать, даже сверху, ругается, хотя вообще, в принципе, дружелюбный, видите, нормально себя ведет, все, Оставляем его пока отдыхать, подумаем, стоит ли вообще ему в дренаж вливать мазь, может быть, будем просто фуруцелином промывать, это проще, и для него спокойнее, бережет лапку, сразу ее подгибает, носик помазали, в общем, все. С миру по нитке, первой России бесплатная санчасть, спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете, Речь бездомный, хотим сделать его домным, так что обратите внимание, нежный, большой, рыжий колобок. Еще расскажем вам о нем по мере поступления новостей. Не узнаете вы его, в общем, там он грустный, несчастный пес, с порванной лапой, вот тут, скорее всего, ножом это было сделано, почему, предполагаем, что ножом. Во-первых, пес, ну-ка сидеть, сядь, сядь, я тебя сниму, сядь, потом пойдем. Во-первых, пес очень остро реагирует на то, что врач с фонариком подошел, и Ричка очень психанул, чуть не, ну, в общем, психанул. Подержи, пожалуйста. Во-вторых, потом кто-то подходил, то ли с мазью, с чем-то, он опять начал нервничать, даже мы не трогали. А именно, когда с чем-то подходишь к руке, и рана очень похожа на какую-то, именно разрезанную, такую колючую, режущую рану. Все, здесь уже почти все подзажило, и Ричк думает, что он выздоровел. Первый день он сидел грустный, второй день он грустный сидел, а сегодня, вы видите, все, он считает, что он здоров, готов идти. Классный пес, но пока еще лечишься, все. Так, новости от Рички, небольшие, не-не-не, все, дома, дома, ты пока дома. Какой красивый нос. Все, дома. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok